Мы хотим сейчас еще раз сказать и подтвердить, что означает подчинение. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Это очень удивительное местописание. Помните, что подчинение — это мой дар. И пример, который Петр дает, в 6 стихе. 1 Петра, 3, 6. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. И если я хочу быть дочерью Сары, и я хочу, тогда мне нужно исследовать жизнь Сары. Здесь также написано, что делать добро и не смущаться. Другой перевод Библии говорит о том, чтобы не иметь никакого истерического страха, паники. Когда вы видите, что делает ваш муж, бывают времена, где ваше сердце вот так вот панически начинает биться, потому что вы видите, куда он идет. И мы знаем из примеров Писания, где Авраам говорил Саре, чтобы она обманывала. Представляете, послайте в этот гарем другого человека. И Сара доверяла Богу. Это то, что мы думаем, когда мы говорим, что Сара отдавала, и мы думаем, что она не имела страха. Но вы знаете, что Бог ее защитил. Но также есть другой пример Сары, и для нас очень важно знать. Вы не сможете меня убедить, в том, что она не знала, когда Авраам пошел принести жертву Исаака. У нее был один ребенок. Она ждала сколько лет? Примерно 90 лет. У вас не получится у меня убедить, что она даже не имела чувства, или что муж хотел сделать с сыном. Я знаю, что в этом контексте, где Петр пишет, он пишет о женщинах, которые непослушны. Но я вам хочу сказать, что даже когда он послушен, меня иногда это так пугает. Есть вещи, которые пугают меня очень сильно. И я, как жена, которая в подчинении, я не пытаюсь брать и втягивать его. Потому что когда я хочу, чтобы он поклонялся мне, если да, то я иду против Бога. Он не может подчиняться мне и быть послушным Богу. Это не библейское. Когда жена подчиняется, он следует за Господом. И даже тогда, когда есть вещи, которые меня пугают, или мне страшно. Но это нормально. И, конечно, мы знаем, что Авраам следовал за Господом. И мы знаем, что Бог предоставил замену. И я хочу быть дочерью Сары. И я хочу быть подчинена, быть послушна, без паники. И теперь Кирк подойдет, он хочет поделиться. Привет вам всем. Как дела? Шалом, from Texas. Okay. Мы говорили с Киран, и она меня спросила, если я имею что-то, что можно поделиться, о том, что она не покрыла. Потому что следующую тему она поднимет. Это тему конфликтов. Как решать конфликты. Но я считала очень важным, чтобы поднять тему ценности человека. Каждый из вас имеет ценности. Кто вы являетесь перед Богом. Ишуа умер за нас. И это установило мою ценность как человека. Это не зависит от того, насколько я умный. Моя ценность перед Богом не сколько я знаю или что я делаю. Но ценность заключается в том, что я рожден. И я существую. Я живу. И ты ценен, потому что ты есть. Ты живешь. Причина, почему я решил покрыть эту тему, потому что когда в браке, мы оцениваем человека или мы любим человека, потому как мы наш взгляд, как мы его оцениваем. И в процессе отношения мы меняем свои взгляды от точки зрения, кто они являются для нас, к той точке зрения, что они делают для нас. Мы все это делаем. И мы должны понимать, что это не только несколько из нас делают эту ошибку. Мы делаем то же самое с Богом. Галатам 3, я думаю, и 3 стих. Написано о том, что начав Духом, теперь оканчивайте плотью. И когда мы это делаем с Богом, тогда мы это будем делать друг с другом. И нам нужно быть очень осторожными во взглядах и в процессе отношений друг с другом. Нам всегда необходимо держаться основой того взаимоотношения, как Бог смотрит на этого человека. Третьей его взгляда. Потому что Бог говорит, что даже тогда, когда мы были грешниками, тем не менее, он умер за нас. И это установило нашу ценность. И если это не является основанием, фундаментом наших отношений, тогда мы начнем обзывать людей, говорить, что ты плохо это делаешь, ну, осуждать. И когда мы нарушаем этот принцип, ценности человека, тогда оно все последующие действия, они тоже становятся другими. Это подтверждение того, что я говорила о слове эрус, что ты можешь сделать для меня, вместо того, что я могу дать тебе как дар. И Кирк прав, что мы все имеем этот грех внутри себя. И мы просмотрели, что не является подчинением. Я не всегда говорю, что все, что хочешь, Кирк. Пожалуйста, что ты скажешь? Я пойду и сделаю. Я пойду сейчас приготовлю тебе все. Что скажешь, Кирк? Ой, дорогая, что бы ты ни сказала, я это сделаю. Иногда нам необходимы конфликты. И я научилась это от учителя Билл Гаффорд. Если два человека, которые соглашаются обо всем, один из них, он не важен. Потому что конфликты, они необходимы, они должны появляться. Их нельзя избежать. Из этих неженатых людей, которые здесь присутствуют, есть ли такие, которые планируют жениться? Это хорошо. Это хорошо, потому что в бытие написано, что нехорошо быть человеку одному. И одно Писание, которое я не использовала, но оно очень хорошее, которое тоже говорится о подчинении, это 1 Коринфянам, 15 глава. Где там описано, что эти люди, которые были полностью посвящены делу, служение. И он говорит о том, чтобы найти этих людей, таких качества, и подчиниться им. Мне нужно найти, я точно... Я вам скажу об этом. Но помните, что перед тем, как вы будете подчиняться кому-либо, вам нужно сначала его проверить. Перед тем, как вы войдете в одно бремя с какой-то девушкой, вам нужно ее проверить. Я не говорю о физической проверке. Я говорю о конфликте. Как она проходит через конфликты? Как он... Справедливо ли он в процессе конфликта? Справедлив ли он? Потому что конфликты будут приходить. Мы хотим знать, как же будут разрешаться эти конфликты. Важен результат. Номер один, это точно то, что Кирк сказал пару минут назад. Вы не сможете разрешить конфликт, если у вас не будет уважения признавать как сына или дочь всемогущего Бога. Должно быть уважение. Также должна быть агапе-любовь. Давайте будем реальными здесь. Когда у нас есть конфликт, мы не говорим, что нам нужно остановиться и помолиться. Мы были в конфликтах, где один из нас бы сказал, «Было такое время, где мы так же становились и говорили...» И я говорила, я связываю этот дух недопонимания. И вы знаете, сразу же мы начинаем понимать друг друга. Но вы знаете, это очень удивительно и странно, но это работает. Потому что если вы не являетесь тем человеком, который это сказал, то это может вас рассердить очень сильно. Но после 34 лет, будучи замужем за этого человека, я вам хочу сказать, что это сработало у нас в жизни несколько раз. Не забудьте, что наш враг — это тот же самый враг, который атаковал Адаму и Еву. И помните, что наш враг, он нетворческий. Он не может творить. Он копирует. И он перекручивает. У него нет новых фокусов. И ему не нужны новые вещи. Потому что в большинстве случаев старые эти фокусы работают. Причем хорошо работают. И вот он будет приходить к нам с недопониманием. Я гарантирую, что он будет приходить, где вы будете обижаться друг на друга, когда вы уставши. И это совет Керон. Это не из Писания, то, что я сейчас говорю. Если вы хотите разрешить конфликт, не разрешайте его, когда вы устали. Есть разница между разрешением конфликта и иметь просто глупый спор. Когда вы заканчиваете разрешать конфликт, вы поймете друг друга лучше. А когда вы в глупом споре или в ссоре, в два часа ночи вы стоите, и вы плачете, и вы ничего не помните. Отчего вы это все начали? И вы приходите в тупик. И мы хотим разрешить конфликт. Когда вы в процессе спора или оспаривания, не нужно ставить задачу, что вы должны выиграть. Я права, я права. Я буду сейчас сражаться и спорить, пока я не докажу, что я права. Он не прав, Боже, он не прав. Я вам хочу сказать, что когда вы выигрываете, или заставляете, или вы утверждаете в том, что вы правы, в тот момент вы начинаете кушать от того дерева познания добра и зла. Правильно, неправильно, правильно, неправильно, хорошо, плохо, правильно, неправильно. И вы не сможете разрешить ничего таким образом. И второе, в разрешении конфликта вам необходимо быть смиренным. Вы знаете Джойс Майер? Она говорит, что я думаю, что я права, права, но также я думаю, что я не права. Правило смирения. Я думаю, что я права, хотя я не знаю, что может быть не все правильно. И было времена, где Кирк обижал мои чувства, потому что он думал, что я не права. Или то, что он думал, что я сказала это, но я даже не имела в виду сказать. И вот еще один пункт. Если вы хотите разрешить конфликт между кем-то, то два человека должны присутствовать. Вы имели спор с кем-то в своем разуме? А он скажет это, а я скажу вот это. Не идите туда. Если вы хотите разрешить конфликт, тогда пусть обе стороны будут там. Мы имеем два уха. У нас есть один рот. И Иакова, первая глава 19 и 20 стих, не открывайте его. Медленно на слова, медленно на гнев, и быстро на слышание. Слушайте, слушайте, слушайте. Я видела в своем супружеском браке и также видела в других браках. Мы не слушаем. Мы не слушаем друг друга. Мы слышим друг друга о больших таких глобальных вещах. Но каждый день в браке это мелкие вещи, которые необходимо слышать. Я не слышу то, что он говорит. Потому что я думаю, что я знаю, что он скажет. Или потому что я настолько занята своими вещами. Я имею свои задачи, над которыми мне нужно работать. Или что случилось с нами, мы пошли на базар. Татьяна сказала, мы встретимся на углу. А Татьяна сказала, а муж ее, Валентин, сказал, что мы подождем вас в машине. После того, как мы с Татьяной стояли на углу, какое-то время ожидая, и будучи мудрой женой, Татьяна сказала, let's go see if they're waiting for us up there at the car. И они сидели и терпеливо ждали, и ничего не предполагали, что мы там ждали их. Кто-нибудь согрешил? Нет. Мы просто не слышали друг друга. Очень часто, когда вы будете разрешать конфликты, вам необходимо идти в этом духе смирения, потому что очень часто это простое недопонимание. Это неправильное донесение. И очень редко, когда происходит серьезный конфликт, который должен быть разрешен. В книге Эфисянам написано о том, чтобы солнце не заходило в гневе вашем. Раньше я думала, что нужно, чтобы каждый конфликт был разрешен до того, как мы ложимся спать. Но вы знаете, это даже и не мудро. Иногда можно закончить вот эти в три часа утра все еще вот эти глупые споры, которые неразрешенные. Что Писание говорит, удали гнев свой. И я научилась о том, что как удалить гнев, поцеловать его на ночь и пойти лечь спать, зная, что в ближайшее время мы разрешим этот конфликт. Потому что если я буду наставить о том, чтобы вот этот вопрос был разрешен сейчас, и это должно быть только по моему пути, чтобы все пошли спать, только так будет, как я сказала. Это не должно быть так. И ребята, которые не женаты, используйте свои мозги, когда вы выбираете жену. Будьте осторожны с той женщиной, которая должна все делать так, как она хочет. Также я хочу, чтобы вы знали, будьте осторожны с той женщиной, которая соглашается с вами обо всем. Потому что, знаете, когда вы, до того, как вы женитесь, мужчины всегда пахнут вкусно, до того, как они женятся, и выглядят очень красиво, привлекательно. А женщины выглядят такие милые и такие покладистые. И потом вы женитесь. И где-то там на пути становится там жарко. Передачи включаются. Один известный человек на телевидении в Америке говорит, что вам не нужно жениться до тех пор, пока вы не увидите человека, когда он заболел, когда у него ангина или грипп в самой худшей форме. Вот когда вот заболеет, вот посмотрите на этого человека, как он выглядит, вот тогда только примите решение, жениться или нет. Потому что на самом деле мы не пытаемся спрятать наши ошибки или те, которые, ну... недостатки. Но то, что произошло, вот эта разбитость, сокрушенность, которая произошла между Адамом и Евой, мы все равно поставим наши маленькие фиг-лифы и пытаемся оставить вас от понимания меня полностью. и мы, у нас еще заложено подсознательно то, что мы пытаемся спрятать фактически то, что мы не хотим, чтобы вот другая сторона знала. но помните, что куда мы идем, цель нашего союза это иметь наши обе стороны чтобы они были комфортно себя чувствовали, когда они будут без одежды. И я не говорю о физическом вещах, я не говорю о том, что я могу быть тем, кто я есть до костей, открытым. и знать, что он все равно будет любить меня и он примет меня такой, как я есть. И в то время, когда я подчиненная, женщина, которая в подчинении, есть что-то, что есть вещи, которые я должна адресовать. И мы ожидаем время Божье. И иногда время Божье находит нас. И сейчас есть то время, где нужно разрешить конфликт. Билл Гафферд есть такое очень хорошее учение, как разрешать конфликты. И если у вас есть проблема, скажите об этой проблеме. это очень плохо говорить человеку, ты всегда заставляешь меня чувствовать. Лучше сказать так, у меня проблема появляется тогда, когда ты сказал вот это, вот это, вот это. Если вы хотите разрешить конфликт, не атакуйте человека. Другими словами, что должен быть дух такой кроткий. Слушайте тон своего голоса. Я знаю, если я подхожу к Кирку и говорю, вот как она сказала, я ждала тебя пять часов и ты пришел так поздно. Представьте себе, что получится. Оправдание. А почему ты оправдываешься? Потому что ты меня атакуешь. Если ты хочешь разрешить конфликт, не атакуй. Если ты хочешь конфликт разрешить, установить атмосферу. И Кирк говорил о том, что обзываются. Если вы вступаете в ситуацию с кем-то, остановитесь. Передохните. Возьмите перерыв. Отчужденность. Отойдите друг от друга. Потом вернитесь обратно. И если с вами человек, который не захочет вас оставить, а хочет разрешить прямо на месте, не женитесь на этом человеке. Я видела ситуации, где один из партий, иногда мужчина, иногда женщина, иногда мужчина. они вступали в очень интенсивные споры, и одна из сторон уходила в другую комнату, а вторая сторона догоняла. вы знаете, это не здоровое. Но мы хотим здоровые взаимоотношения. Поэтому я спокойна. И я говорю, у меня проблема с тобой. И тогда мне нужно слушать и слышать его ответ. И не ожидать, что после него опять моя очередь говорить. Мне нужно внимательно слышать то, что он скажет. И вот еще один секрет. Духом Святым. Мне нужно также услышать то, что он не скажет слух. Мы очень лимитированы устами, словами. Даже когда мы говорим на незнакомом жестами или на языке, который мы не выговариваем. Вы знаете о том времени, когда очень тяжело выразить свои мысли, чувства, перевести их в слова. Это так же с тем человеком, с которым у вас конфликт. если вы слушаете очень внимательно человека, который говорит, или хотя бы то, что он пытается сказать, что они желают сказать, донести. есть времена, когда вы очень легалистически относитесь в процессе разговора. Мой отец был адвокатом. Он не был самый лучший, с кем можно разрешить конфликт. потому что он был обучен таким образом, чтобы представить свою сторону всегда. А я говорила, папа, я хочу, чтобы ты меня знал, меня понял. Хороший конфликт, когда он разрешен, тогда близкие отношения будут еще ближе. Когда у меня конфликт, тогда я должна понимать его позицию. И я понимаю его ценность. Он не жестокий. жестокий. Вы знаете, одно время я думал, что он жестокий. Но я знаю, что он не жестокий. Но я также вам скажу, вы наверное знаете, после того, как вы уже в отношении какое-то время находитесь, и вы проходите через определенные конфликты в этих отношениях, и вещи лучше стали происходить, и кто-то из вас опять что-то натворит, и вы опять возвращаетесь к спору. И вы знаете, будут маленькие демоны, которые будут шептать вам в ухо. Видишь, ничего не изменилось. Не стало лучше. Он такой же самый, какой был раньше. Она такая же, как и всегда, ничего не изменилось. Она такая же, как ее мама. Или он такой, как твоя мама. если вы хотите разрешить конфликт, вы не должны слышать голос врага. Будьте готовы слушать. Будьте готовы слушать. Одно еще очень такое простое, но это основание, что знать, что когда вы не правы, не говорите просто о, я прошу прощения. Это не помогает. Что вы хотите сказать это, я понимаю, что когда я была неправа, и заполните, в чем вы были неправы. Иногда это помогает разрешить, на самом деле вы были правы в этой ситуации или неправы. Конечно, это работает и в браке, а также это работает в других отношениях. И когда вы осознаете, что есть разрыв отношений, то всегда есть также мост. Было ли что-то сделано с моей стороны, что послужило этому разрыву? Когда мы разрешаем конфликт, мы говорим так, что я осознаю, что я была неправа в том, что когда, и мы говорим дальше. Иногда я ничего плохого не сделала, ничего неправильного не сделала. Я могу сказать, слушай, я прошу прощения за разрыв отношений. И мне нужно всего лишь ждать, чтобы было разрешение. Но если я осознаю, что я была неуважительна относилась к нему или ответила очень резко, тогда я говорю, слушай, я была неправа образом или метод или путем, как я с тобой разговаривала. Прости меня. Я прошу прощения. И от него зависит, даст он мне прощение или не даст. Но вот таким образом вы разрешаете конфликт. Простишь ли ты меня? Часто люди говорят, да, тебя прощаю, прости и ты тоже меня. И в этом процессе отношений и разрешения конфликта вы начинаете понимать человека лучше. Он может узнать, что он говорит в определенный способ это меня чувствовать то он может и это дает ему возможность научиться в том, что если он обидел мои чувства, то следующий раз это уже процесс обучения, он научился как относиться. И часто я осознавала, что я неправильно думала и осуждала его так же само как мы осуждаем друг друга. Очень тяжело разрешить конфликт тогда, когда кто-то из сторон уже имеет мнение и он не хочет менять это мнение. Предубеждение это нехорошая вещь. И тогда необходимо чтобы смирение вернулось. Это сейчас можно остановиться.